Погладили капибару, а теперь самое время ее съесть. Мясо какое надо, мягонькое. Говорят, пьющая женщина в горе в семье. А у нас-то что, почему квадратные гробы строят? Будете в Бразилии? Обязательно. Обязательно попробуем. Контракт на аренду квартиры во Флорианополисе закончился. Мы сложили вещи, загрузились в машину, взяли кота и поехали изучать новый город в Бразилии. Им стало Куричиба. Всего 5 часов на машине и мы в соседнем штате Парана. Чем известно Куричиба? Это крупный город с двухмиллионным населением. Он находится на возвышенности, далеко от моря. Здесь прохладно, много красивых деревьев Ароукарий и Капибар в парках. Это то, что мы знали до приезда сюда. Остальное еще предстоит узнать. Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Я в восторге. Зашли. Пойдетесь на второй этаж. Посмотрели, как здесь классно. Здесь нет стекол. Можно спокойненько снимать, что-нибудь смотреть. Тебя обдувают эти роги. Ты ездишь и смотришь на всю эту красоту. Бомба! За три часа этот автобус приезжает по городу, останавливаясь в 26 точках, интересных туристам. На них можно выходить и заходить сколько угодно раз. Билет действует 24 часа. В Куричибе более 30 больших парков, по которым приятно гулять. И автобус проезжает мимо некоторых из них. Из окна можно даже разглядеть капибары, отдыхающих на траве. Бразилия – страна иммигрантов. И в Куричибе установлены мемориалы иммигрантов разных национальностей, например, арабским и украинским. Автобус проезжает и по центру города, прямо изысканных исторических зданий, и по итальянскому району, где сосредоточены видные магазины и домики в европейском стиле. Автобусная экскурсия – это прекрасный способ познакомиться с городом и понять, куда направить свои силы в последующие дни. С высоты автобуса может показаться, что Куричибе – идеальный город. Почти так и есть, но попробуйте спуститься на землю и прогуляться по центру с фотоаппаратом. Количество мутных личностей, которые будут на вас заинтересованы смотреть, велико. Тем не менее, Куричибе считается довольно безопасным городом в Бразилии. В принципе, днем везде можно спокойно гулять, однако бывают и неприятные случаи. Вот что написала девушка недавно в местном телеграм-чате. На меня сейчас напали с оружием. Я шла с коляской пойти по благополучному району. 12 дня. Сзади подъехал мотоциклист, направил пистолет на меня и что-то сказал. Я завизжала очень громко. Он развернулся, сел на мотоцикл и уехал. Ко мне подошла женщина, спросила, нужна ли мне помощь. Итого, ничего не украли, но на улицу я больше не хочу. Обычно в России в центре города всегда безопаснее, чем на окраинах. Здесь же наоборот. Туристический и исторический центр – средоточие сомнительных личностей, выпрашивающих деньги или даже угрожающих. Вот, например, статистика грабежей по району города. Как видите, центр значительно опережает все остальные районы по этому показателю. Полиция в центре есть, но ее недостаточно на такое количество мутных типов. И если бы ее число увеличили, уже заточили наказание за грабежи и кражи, ввели статью за бродяжничество, это могло бы улучшить ситуацию. А вот где чувствуешь себя точно безопасно, так это в многочисленных парках, благодаря которым Куричиба входит в список самых зеленых городов планеты. И сейчас мы посетим самые популярные из них. Мы приехали в Куричибу и пошли смотреть самый красивый парк Куричибы, который называется Ботанические сады. Они построены во французском стиле, а главная оранжерея создана, по примеру, Крустального дворца в Лондоне. Пойдемте смотреть. Ботанические сады состоят из четырех частей. Открыточная часть с зеленой изгородью и оранжереей, сад с суккулентами, где нам посчастливилось увидеть зверька Агути, пруд с сувенирным магазином, где продаются всевозможные воплощения капибар и деревьев орукарий, а также галерея с цветами, где рассказывается и о насекомых. Тогда мы еще не знали о самом страшном насекомом местных парков – мошке, или как ее тут называют – барашуде. Они гораздо злее комаров, их укусы очень сильно чешутся несколько дней, и каждый поход в парк у нас заканчивался двумя-пятью укусами, несмотря на репелленты. Что, ребят, мы в парке… Как он называется? Я опять забыл. Тингуи. Тингуи. Впечатление строго положительное. После того, как мы прожили в Ларианополисе, где с парками не очень, мы приезжаем и смотрим, как здесь все ухожено, облагорожено. И знаете, что самое классное? Что здесь природа, она чувствуется. Мы только зашли и увидели много разных красивых птиц. Поэтому, я думаю, что сегодня прогулка будет очень интересной. При этом, как сделали? Мы взяли Упер, приехали в самый-самый конец парка. То есть, мы пойдем с севера, да, получается, на юг. Любую с красотами этого парка. Он создан как часть программы по сохранению этой реки. Здесь обитают капибары, разные птицы, собак здесь выгуливают, велосипедисты катаются. Самая главная достопримечательность – это украинский мемориал, посвященный украинским иммигрантам. Его построили в 1995 году в память об украинцах, переехавших в Бразилию в 19 веке. Очень необычно увидеть такую архитектуру в Бразилии. Штат Парана, в котором мы сейчас находимся, считается самым большим по количеству живущих здесь потомков поляков и украинцев. Из-за того, что в парках обитают капибары, на прилегающих дорогах можно увидеть вот такие знаки. Моя любимая жена привела меня к какому-то красивому зданию. Бразилия – это целый микс культур, коренных индейцев, африканцев, завезенных в качестве рабов и эмигрантов из Европы и Азии. И в музее затронута история каждого типа населения. Он может показаться странным. Он очень, даже сильно бразилец. Хотя по нему не скажешь. Дело в том, что его предки приехали из Японии в начале 20 века в Бразилию. У них была специальная программа. В Японии была такая страна, так семья. И тут в Бразилии была создана специальная программа по переселению тех, кто хотел бы в Бразилии начать новую жизнь. И людям давали землю, и они могли здесь что-то делать. В общем, японцы этим воспользовались, и огромное количество японцев прибыло в Бразилию. Где находится сообщество японцев за пределами Японии крупнейших? В Сан-Пау. Сколько японцев живет в Сан-Пау? 100 тысяч рублей. За что мы сейчас живем? В Ключибе есть даже японская площадь. Сан-Пау. Но вернемся в музей. Особое внимание уделено искусству индейцев. Ведь когда-то именно они населяли эти земли. Куричиба с языка индейцев переводится как «земля, где много хвойных деревьев». Меня заставили дать себе грузать, чтобы ничего не говорили. Это чтобы я не казался вам странным. Второй момент. Я за впечатлением от этих поругий убийств. Посмотрите на стрелу. Посмотрите на лук. Примерно в длину 2,5 метра. Стрела 2 метра. Я вообще-таки стрелы никогда в жизни не видел. То есть мы ходили очень много по разным музеям, по разных странах мира. Потому что было такое. Я вообще никогда не видел. Я немножко попал впечатлением. Взаимодействие с индейцами до сих пор острая тема в стране. Ведь в лесах Амазонки живет еще много племен. Государство покушается на их территории, а индейцы пытаются защищаться. На фото женщина из племени угрожает президенту энергетической компании, который рассказывал о строительстве гидроэлектростанции на их реке. Первый раз вижу, чтобы телевизор лежал на полу. И в нем показывали танец капоэйра. И все снято это сверху. Очень креативная экспозиция. Можно послушать. Очень мне нравится. Значит, смотрите. С моей точки зрения, это самый лучший бесплатный музей для этого мира. Ну уж прямо. А в Корее, ты вспомни, в Сеуле какие музеи. Вот этот рядом не стоял. У меня жена, она не согласна со мной, но это ее мнение. Пускай она оставит его при себе. Потом с ней разберемся на кухне. У меня просто очень впечатлительный муж. По поводу самого лучшего музея в мире это, конечно, он загнул. Потому что он подзабыл, видимо, какие гигантские многоэтажные музеи в Сеуле быть платные. Вот что больше всего меня восхитило в нем, это то, он показал, насколько многогранна и многолита Бразилия. И мне захотелось больше изучать португальский язык. И мне захотелось съездить, вот, познакомиться с индейской культурой. Ребят, вот это здание красивое. Как оно называется? Здание Свободы? Дворец Свободы. Дворец Свободы. Он конфетка, которая имеет потрясающую лепку. Но когда ты начинаешь ее вкушать, понимаешь, что качество очень сильно так себе. Итак, снаружи очень красивое здание. Начинка внутри вообще ни о чем. Здесь вообще какие-то работы ведутся. То есть люди стулья носят. На самом верхнем этаже у нас есть какая-то экспедиция. Скорее всего, что-то связанное с современным искусством, которое очень слабенького уровня. Смотрится все это за 30 секунд. Может быть, за минуту. Мы приехали в парк, который знаменит самыми капибарами. И мы уже видели несколько, но основная их часть спряталась вот на остров за мной, потому что тут много сегодня людей из-за того, что праздник. Много собак, которые их пугают. И капибары, конечно, хотят, чтобы их никто не трогал. Так что можно наблюдать за ними пока только издалека. Как вообще должен выглядеть нормальный, ухоженный пар для людей? Вот, примерно таким вот образом. Есть место, где можно перекусить, отдохнуть и сходить в туалет. Можно насладиться природой. То есть, именно не просто какими-то деревьями, а здесь очень много разных птиц. Здесь есть капибары, гуси, лебеди и все, что угодно. Мы видели полицию. Мы видели все для того, чтобы ты мог пройтись, пробежаться, проехать на велике. Вы знаете, я давно не встречал такого места, где действительно распределено место для пешеходов, для тех, кто бегает и тех, кто ездит на велике. Это ли не круто? Это очень здорово. Так, ребят, мы находимся в очень прикольном таком инста-месте Куричибы. И вот в сезон здесь очень красиво. Эти деревья, которые сейчас выглядят очень лысыми, они фантастически смотрятся. И здесь съемка, когда с дрона идет, очень красиво все это выглядит. И здесь мы видим, что даже сейчас приезжают люди и устраивают здесь фотосессии. Хотя мы задаем себе вопрос, на кой черт фотографироваться с лысыми деревьями. Но, видимо, место настолько волшебное, что это их не останавливает. А теперь посмотрите, как бы выглядело это место, если бы мы сюда пришли месяц назад. В Куричибе есть музей, посвященный участию Бразилии во Второй мировой войне. Это единственная страна Южной Америки, которая принимала участие в военных действиях, провела 66 атак на немецкие подводные лодки и посылала солдат на Итальянский фронт. Кстати, мы посещали потрясающий музей, посвященный Второй мировой в Волгограде. Рекомендуем посмотреть это видео. В военном музее мы, как блогеры от Бога, забыли включить микрофон. И зря. Ведь тут я рассказываю интересную историю. Из-за того, что в Бразилии живет много потомков немцев, фашисты рассчитывали на их поддержку. И даже наняли девушку в Санта-Катарине, которая по радио призывала бразильских солдат сложить оружие и возвращаться на родину. И всячески подрывала дух бразильской армии. Бразилия потеряла в той войне 1889 солдат. И хоть это несравнимо с десятками миллионов погибших в Советском Союзе, Бразилия тоже внесла свой вклад в ту победу. В Куричибе есть и музей современного искусства с картинами и инсталляциями. Во время нашего посещения еще проходила выставка, посвященная Федерико Феллине. В общем, музейным маньякам будет чем заняться в Куричибе. Поближе держи сумочку. Мы находимся на главной площади, на главной ярмарке. Вообще непонятно, что тут происходит. В общем, я взял себе какой-то потом с какой-то вкусной едой. Называется это Чорипан. Что-то аргентинское, наверное, что-то вкусное. Потому что аргентинское. Когда я что-то пробую, мне очень-очень нравится. А что там внутри? Тут, наверное, мясо, овощи. Аргентинские коровы самые вкусные. Они умеют делать. Реально. Мясо? Ой, я даже чувствую очень вкусный запах. Там соус, там все вообще. Как надо. Мясо мягкое? Мясо какое надо. Мягонькое. Свет, ну что ты опять такое взяла? Говорят, пьющая женщина в горе в семье. Да, но это не про нас. Так. Я взяла на пробу кинтау. Это что-то типа глинтвейна местного. Но здесь используется еще каршаса в составе. То есть это крепче, чем глинтвейн. И у него немножко другой привкус. Но также пахнет виноградом, специями. И это напиток лизи мой. Очень вкусно. Ну что, Свет, ты теперь взяла полную порцию. У меня под надкусало. И теперь еще полную порцию взяла. Да, ребята, вам тоже советую взять полную порцию сразу. Потому что это очень вкусно. Вот эта колбаска чоризо. Она потрясающая. Аргентина и мясо это хорошее сочетание. Это всегда успех. Это супер синергия. Ммм. Огонь. Паркет чурепан. Это вкусно. Это вкусно. Аааа. Это вкусно. И хорошее. Это вкусно. И у нас виногречки. Отец. Лингуис артизанал. А, аааа. Когда вы будете гуглить Куричибу, в интернете обязательно наткнетесь на статьи про великолепный общественный транспорт. Якобы тут он настолько хорош, что с него брали пример даже в Нью-Йорк и Сеул. Сегодня у нас первый опыт использования здешних автобусов. Купили транспортную карту одну на двоих и зашли на остановку ожидания, к которой можно попасть, только приложить транспортную карту. Одна поездка стоит 6 риалов, это примерно 1,2 доллара, что, на мой взгляд, достаточно дорого. Рассказывают, что здесь суперсистема автобусная, до кода можно добраться куда ты захотел, куда ты и доехал, но по факту это не так. Мы не поняли, почему транспортная карта, которую мы купили, действует не на все типы автобусов. До нужного места, как правило, не добраться на одном автобусе. Приходится пересаживаться один или два раза и потом еще платить, потому что вот эта карта действует только на красные автобусы и знаменитые. И вот посмотрите на карту. Вот пример маршрутов от нашего дома до одного из самых популярных парков с капибарами. Автобусная остановка находится прямо перед нашим домом. Пешком в парк мы дойдем за 57 минут, а на автобусе всего лишь за 54. При этом есть пересадки, а значит за двоих в одну сторону придется отдать не менее 24 риалов. В то время как Uber нас отвезет за 15 минут и 20 риалов за двоих. Мы так и не смогли найти место, куда нам было бы удобно добраться на автобусе. Везде пересадки и долго. У нас в Перми не менее удобные автобусы, быстро ходят, стоят в три раза дешевле и никто не говорит, что это какой-то шедевр логистики. Этот парк называется Тангуй. И когда ты сюда приходишь, ты сразу понимаешь, что ты попал в правильный парк. Потому что фонтанчики, всякие лошадочки, туалет, мороженое, кафешки, все очень качественно сделано. Цветочки просто любо-дорого смотреть. И с одной стороны кажется, ну и что дальше, потому что вроде как он очень маленький. Но на самом деле есть еще одна часть внизу и сейчас мы пойдем по ней пройдемся посмотрим. В Куричибе очень необычный оперный театр. Ажурный каркас здания вписан в природный ландшафт. В некоторые дни тут проходит представление, а каждый день можно прийти, взять напиток и насладиться живой музыкой от оркестра на плоту. Где еще такое увидишь? Вы знаете, посещая такие места, ты думаешь, Бразилия-то вообще ушла очень даже далеко вперед от нашего представления. Мы сейчас находимся в месте, которое называется университет экологии. Его открыл в 92-м году Жак-Ив Кусто. Это четвертый парк, который мы сегодня посетили. И он на первом месте по нашим впечатлениям. Что по моему мнению, что по мнению моего великолепнейшего гида, любимейшего. Мы сошлись на том, что здесь великолепная атмосфера, чувствуется природа. И вот это вот уникальное здание, по которому ты поднимаешься наверх, это что-то с чем-то. Встретили игрунок, то есть здесь чувствуется, что природа, она прям, с ней все в порядке. Ребят, ну смотрите, чем Куричиба сегодня нас порадовала. Мы пришли в какой-то бесплатный парк. Ничего особенного. Вроде бы. Но посмотрите, что за мной. Тут сборище всяких редких попугая. Особенно интересен гиацинт. Как он правильно? Нет. Особенно интересен гиацинт и Ара, который мы видели в Пантанале. Тут получается вот он. Можно его посмотреть и послушать. Фантастика. У меня такие места вызывают противоречивые впечатления. То есть эти птицы в достаточно тесных клетках. Они не могут летать. Они целыми днями находятся в другую сторону. Тут холодно сейчас. Будь моя воля, я бы вообще все зоопарки к чертям запретила. Посмотрите, сколько здесь всего в этом парке. Здесь есть и террариум, и туалет, и всякие подвесные мосты, фонтанчики. Чего только нет. Тут в этом пруду плавают огромные какие-то оранжевые карпы. Я не знаю, может быть это осетры или окуни. Я не разбираюсь. Я снова в шоке. В этом же парке есть еще и классные, такие прикольные, здоровенные обезьяны. Сейчас буду их снимать. Обезьяны находятся на отдельном острове и люди бросают им еду. Мы находимся возле музея бразильского архитектора Оскара Неймеера. Он считается здесь гением и самым знаменитым архитектором. Неймеер жил в 20 веке и был убежденным коммунистом и атеистом. Что, впрочем, не мешало ему проектировать церкви и брать заказы у военных, не поддерживающих левые взгляды. Вот, к примеру, церковь столицы страны Бразилия. А вот Министерство обороны и площадь для парадов. Неймеер экспериментировал с бетоном. Его работы можно узнать по изогнутым рампам, инопланетного вида зданиям и большому количеству воды вокруг. В самом музее собрана коллекция современного искусства, а современное искусство противоречиво. Есть безумно красивые работы, например, это текстурная картина джунглей Амазонки с использованием древесной коры. Или очень креативные, типа огромной ядовитой змеи, сложенной из ведер. А есть и совсем непонятные, уроди этих картонных коробок. Но что вызывает несомненный восторг, это огромная коллекция азиатского искусства. Арфы из Мьянмы в виде крокодила и корабля, резные ворота из Пакистана, терракотовые верблюды из Китая, увесистые перстни из Туркменистана, японские куклы и еще тысячи артефактов. Надо ли его посещать, этот музей, знаменитый Неймеера? Я считаю, что однозначно нужно, чтобы просто понять, что в 60-х годах очень талантливый архитектор создавал потрясающие здания. И когда я смотрел на них, я задавал себе вопрос, а у нас-то что, почему все еще какие-то квадратные гробы строят каждый день? Мы находимся на рынке, и нам чертовски повезло, потому что сейчас проходит фестиваль Пиньяо. Пиньяо. Черт. Фестиваль Пиньяо. Пиньяо – это орехи хвойного дерева Орлукари, которые являются снегом Хуичибы. На самом деле, этот орех – это настоящее открытие для меня, потому что я его никогда не пробовал. И в Бразилии я с ним познакомился, и мне очень нравится. Но знаете, в чем проблема? Его тяжело готовить дома. Вторая проблема в том, что его нельзя просто купить в потомом виде. Его можно купить только для того, чтобы приготовить. Сегодня мы сюда пришли, и можно попробовать его в каком-то блюде. Это ризотто с пиньяо. Я попробую, насколько оно вкусное. Мы, кстати, посыпали его сырком, зеленью. Ну что ж, пробуем. Ммм, ребят, очень вкусная кашка с этими орехами. Ммм, вы бы знали. Будете в Бразилии – обязательно, обязательно попробуйте. Что, сегодня это самая добрая капитуара в парке. Самая терпеливая. Проговоришь себя погладить? Привет. Ой, ты какая-то классная. Как кухонный веник. Такая жесткая шерстка. В общем, у нас сбылась еще одна мечта. Китовые акулы поглажены, киты поглажены, черепахи поглажены. Теперь еще и капитуара поглажены. Мы взяли с собой Кентао. Это местный Гриндвейн. В чем разница между сегодняшним днем и тем, которым, когда мы приходили первый раз? Когда мы ходили первый раз, здесь было тысячи людей. А сейчас никого из этого капитуара спокойно себя чувствует и дает себя погладить. Пока мы здесь находились, подошла семья бразильская. Я ее подфотографировал. И мы немножко пообщались. Они такие, вот эта типа, эта модель, она спокойная капибара. А вот та, та, не подпускают. Они уже, знаете, местная не знают, какая подпускают, какая не подпускают. Так интересно. Возможно, у них даже есть свои имена. А давай, кстати, назовем как-нибудь эту капибару. Я думаю, это Боб. Мне кажется, это девочка. Капибара, это же она. Ну, может быть, да, но она такая большая. И ей подходит какое-нибудь американское название толстого какого-нибудь. А я бы ее называла Магда. Капибара Магда. А как бы вы назвали эту капибару? Пишите свои варианты в комментариях. Погладили капибару, а теперь самое время ее съесть. Я взяла себе чебурек в виде капибары, потому что это невозможно не купить. Вот, понимаете, все самое инстаграмное, няшное, милое делают японцы. И это тоже задумка местных японцев, кто целая очередь стоит за этими чебуреками. Хотя, по сути дела, это должны быть просто обычные чебуреки, но в виде капибары. Это же гениально. Обыкновенный вкусный чебурек. Куричиба нам очень понравилась, но при огромном количестве парков и достопримечательностей мы боялись доставать фотоаппараты в центре. Наши шеи, как усов, поворачивались на 180 градусов, проверяя не позарился ли кто на нашу технику. Этот город почти идеален, но все-таки почти. Мы продолжаем наше путешествие по этой огромной стране и пишем по ней маршруты, которые помогут вам при планировании самостоятельного путешествия. Маршруты по Бразилии и другим странам доступны на сайте daeramilis.com. С вами были Лев и Света Арамилевы. Увидимся в следующем видео.